Выпуск посвящен взаимодействию слабых магнитных полей и о других слабостях человеческих. Наберитесь терпения и полюбуйтесь многообразием познавательного мира магнитов. Вам же в школе этого не показывали, правда же? На сей раз четыре направления показа. Это широкий обзор, практика, теории, примеры реализации, а также посвятительная работа с заблудшими овцами, которых упорно тянут болото сусанинские внуки и правнуки. В первую очередь я вас замучаю в грандиозной подборке человеческого маразма в противопоставлении естественности и реальности жизни. Желание пройтись по этой теме вызвано повальным заблуждением многих домашних диванных исследователей, которые желают найти в некоторых видах взаимодействия магнитных полей вечное или что-то халявно полезное. Магнитное взаимодействие можно сравнить с движением паруса от потока ветра. Если ветер слабый или парус малый, то пользы не будет, вероятнее всего даже с места не сдвинешься. Но если ветер сильный, да парус огромный, то силы хватит на многое, даже больше. Так вот сила ветра это скорость движения магнитного поля, а расстояние между магнитами это площадь паруса. Чем меньше это расстояние, тем больше парус, и чем больше скорость ветра, тем больше конечная сила. А если расстояние относительно большое между магнитами, то паруса считай нет. То есть дуй, не дуй, а получишь болт. И если движение между магнитами малое, как легкий ветерок, так говорить о пользе просто бесполезно. И к этой философской мысли мы еще вернемся. Для чего нужны огромные паруса и сильный ветер. И вот организовалась некая регулиозная секта мнимых ветродуев, эсэшников, направляя силу своего дыхания на лопасти вентилятора, и выверавших, что достаточно слегка падут, и манна небесная, конечно, халявная, и зарегнется с божественного неба. И это утопичное движение приняло вид вируса. И разошелся этот вирус в виде заразы по просторам интернета, косям многочисленной еды здравомыслием. А все потому, что некие отроки решили завоевать мир, насаждая утопию тормовой энергии ниоткуда. Просто чего-то там подкрутил, чего-то подключил и поперло со всех щелей. Так вот тема моя сегодня, как вы уже обратили внимание на видеодемонстрацию, о том, как секта под предводительством божественного Кирски взяла в болото невежество блуждающих овец, жаждущих самообмана, которые насмотрелись в интернете множество фейковых фокусов по свободной энергии и особенно по магнитному взаимодействию, созданных интернет-паразитами ради банальной наживы. Фантазия у этих интернет-лжецов очень буйная и в легкую выдать все желаемое за действительное, вводя варианты и без топливных магнитных двигателей, как крысы-детеныши в заброшенных домах. Пиплы-то с удовольствием хавают, да еще добавки про... Вот некий узколобый диванный теоретик катает по столу магнитики с атрофированным пониманием взаимодействия, а точнее с полным отсутствием, и видит, что у него получилось что-то непонятное его восприятию. Заглядывает в школьный учебник по физике, сперев у собственного сына, чтобы узнать об этой ситуации. А там ничего нет про это, вот как. Так это же открытие. Такое в школе-то не изучают, надо поведать миру. Благо есть интернет и всепринимающий ютуб. Вот так человечек публикует этот детский эксперимент на своем канале, претендуя на лаврове дарвинизма и ожидая громогласных фанфар. А тут появляется Андрей Тихта, заклеванный своими подпочитателями, жаждущих от него свежих зрелищ. Но какая-то не стоячка напала, и Андрей никак не родит очередной скандальный выпуск про запреты, заговоры, да учеников, прогулявших в школе все уроки. Вот и встретились два одиночества. Мнимый гений, возомнивший себя нобелевским лауреатом, и голодный до славы Андрея, банально слезавший детскую идею, и приносит клювики Тихта для своих сектантов очередное открытие, которое в школе никому не показали. Да нефтяные магнаты запретили такое демонстрировать. И вот на свой страх и риск мужественный производитель секты кладет на аутарь великое откровение. И замерлась секта свидетелей святого тирхи в глубоком ожидании божественного чуда, одновременно изрыгая на весь белый свет проклятия и анафемы о запретах и заговорах. И после священной молитвы Андрей Великий наконец поведал миру новое чудо, заключенное магической демонстрацией, катаясь по столу металлических цилиндров с магнитными свойствами. Катается по столу, или точнее по куску фанеры божественные цилиндры, демонстрируя чудо. А секта тем временем впадает в неописуемый восторг, экстаз. О чудо! О чудо! Нам такое запрещали показывать и использовать ироды. «Слава! Слава! Великий наш! Слава тебе за доставленное удовольствие и сокровенные знания! Будем молиться на тебя, он наш великий!» И заражает это божество своих сектантов очередным утопичным вирусом и стали ползать по полу зараженные зонги, подхватив вирус халявности, пытаясь на границе взаимодействия магнитов зацепить ту нирвану, которая бы легла бальзамом на вымученное сознание. В итоге нирвана постоянно срывается с рук, а божественное откровение никак не спадет на усталые головы свидетелей Святого Тирхи. Единно и ночь накатаясь страдается магический цилиндр и согласно световому учению, создавая все более засъенные модели и комбинации, приобретая причудливые формы. Все длиннее и длиннее становится пути достижения конечного экстаза. Но не знал святоши, что это логный путь, так как от магнитов польза возможно только на максимальное взаимодействие. Как я уже говорил про силу ветра и величину парца. Корабль не сдвинется с места при полном штиле или минимальном ветре. А на кусок тряпки даже шторм мало как повлияет. Тем не менее, зараженный тихтовирусом зомби с бараньим упорством продолжает создавать модели, у которых магнитных взаимодействий минимально. Поэтому на результаты влияют ничтожные граммы, температура, наклон платформы, в долях градуса и даже влажность воздуха. В общем, влияет все, кроме самого магнитного поля. В какие-то моменты истуканы даже получают почти, ну совсем почти, или даже вот-вот уже достигнутую цель. И всегда не хватает просто самой малости. А из-за самообмана с внедренным тихтовирусом исследователей зомбяшек, сознание заставляет магнитных взаимодействовать все меньше и меньше. Так как иллюзорность достигнутой цели проявляется именно почти полным отсутствием этой силы. Вот именно об этой иллюзии достигнутой цели при почти полном отсутствии магнитного поля я посвятил этот выбор. А зараженных тихтовирусом рекомендую приобрести себе детские магнитные конструкторы и вместе со своими детишками ознакомиться с тазами. Там есть подробная инструкция. А то скоро сами станете, как дети, хотя некоторые явно опустились до этого в уровень. И да, господа донаторы, подарите тихте детский конструктор по магнитному обучению. Пусть ребенок порадуется. А то его бедного в школе ничему не научили. Вперед жалуются на весь белый свет, обделенный судьбой. Верябно, надо было в школьную программу ввести спецкурс, как отдельный предмет по запрещенному взаимодействию магнитного поля. Есть же спецшколы с математическим, физическим или иностранным уклоном. Это как у меня сын и дочь когда-то учились в такой школе по-английскому. Вот и стоит недоучному Андрею проучиться в спецшколе по индивидуальному изучению запретных тем. Или, как вариант, надо уговорить богатых донаторов или подписанных все на все, коих уже более ста тысяч, чтобы сбросились на храм, то бишь спецшколу, своему божеству. А он там проповедовал вечную любовь к вечному движению халявной энергии. Еще всем подписчикам подписать петицию по принудительному вводу во все школы и детсады обязательного обучения запрещенных тем. Но, как ни странно, во всем мире абсолютно свободно продаются самые различные наборы по обучению магнитного поля. От яселян до вполне созревшего возраста. Причем те же китайцы готовы просто завалить окружающий мир образцами, даже действующими моделями по изучению магнетизма. Вот к тем, кто дожил до конца первой части морализованского балета, предлагаю занимательные и практические занятия, доказывающие бессмысленность техноидного направления в сторону слабых магнитных полей. А ваш святой Оршер уже в который раз за пару лет включил заднюю передачу и в очередной раз отказался развивать то направление, на которое большинство зомбоящеров и подписал. С тем вас и поздравляю. Так что продолжайте молиться на своего заднеприводного создателя секты. А моя главная линия этого выпуска показать и доказать тупиковую ветвь направления эволюции взаимодействия слабых магнитных полей. Ветвь, навязанную вам невеждами и демагогами. Так что не верьте в громоголасное заявление фанатиков, так как в голове у них, если не каша, то целенаправленно дезинформация. В общем, бойтесь донатиться в дары приносящих. Скорости ради они уведут вас в пропасть. Я очень надеюсь, что если не у многих, то хотя бы у некоторых, после моих откровений жизнь уже не станет прежней. теперь переходим к водным процедурам. Нет, мы перейдем к практическим занятиям. Значит, все видят летающую тарелку перед самым объективом. Подвешена она здесь у меня балка металлическая, дальше идет болт с головкой на 13, пару магнитиков, пару шариков и подвешена тарелочкой. А точнее, это крышка сковородки. Естественно, ручка снята. Центровочка у нее неплохая. Как маховик очень даже неплохо себя показывает. Почти идеально. Аэродинамические характеристики тоже в лучшем виде. Так что лучше ее и не найдешь, наверное. как маховик. Вот здесь мы видим секундомер с возможностью ставить метки. Тут я уже поставил метки. Маховик крутится более 10 минут. Начал я с 5 секунд. То есть один оборот был 5 секунд. Если по идее надо было бы один оборот секунда или даже еще больше. но я с 5 секунд начал. Вот промониторил. Точнее не с 5 секунд с 3,5 но будем так считать. Вот через почти 8 минут я сделал опять замеры. Скорость упала с почти 4 почти на 7 секунд. Это угловая скорость. И уже 11 минут этот диск рачается. на магнитной подвеске. Ну и пока он вращается я воззайму другими ништяками довольно интересными и шокирующими. Начнем с этой платформы. Вот это своеобразный БТГ который выпускают китайцы. По-моему не секрет. Это поворотная платформа который применяется в торговле. Сюда ставится какой-нибудь объект или товар. Особенно там ювелирные мастерские и так далее. И даже при небольшом освещении как видите тут освещение у меня не очень довольно умеренное. Вот можем даже померить. вот пожалуйста 120 люксов. Ну тут 200 тут 120 как где в общем раза два меньше чем должно быть. Тем не менее платформа вращается как видите так же как и диск. Но диск я ему придал вращение а это вращается из-за того что на него что-то светит. Вот ставим 100 грамм. Немножко перекосило. Вот и он 100 грамм тоже вращает. То есть даже при слабом освещении вот эта конструкция не имеющая больше ничего я вот специально разобрал такую же платформу чтобы вам показать. Вот 4 световых панельки естественно они никогда не освещаются как бы со всех сторон то есть специально сделано что только какая-то они подключены друг к другу параллельно в каждой панельке 4 секции то есть по 0,5 вольта грубо это где-то на 2 вольта рассчитаны секции и вот это все идет на небольшой генератор простейший здесь накопительная емкость 470 микрофорад всего и катушечка с двумя обмотками и вот такой вот якорь на 4 магнитиках маленьких малипу техники 3 грамма всего весит от конструкции вот оно было в шестереночке здесь еще и вот это все таким образом стоит и вращается сейчас не буду вращать сложно сейчас вот все вот вся конструкция можете считать при определенных условиях даже при солнечном даже не при солнечном освещении при искусственном освещении что оно будет вращаться вечно пока есть свет ну или не сломается или кто-то не сломает вот значит так как оно вращается при слабом освещении вот на 100 грамм у меня здесь есть 200 грамм но тут надо уже поярче немножко освещение дать вот у меня 200 грамм при более ярком освещении оно будет плетить и 200 грамм но это платформа средняя у меня была другая платформа но я ее доломал немножко та вообще обращалась от всего что хоть как-то светится вот и вот эти вот платформочки это фактически то ли бета-две то ли вечный двигатель как хотите так и называете факт то что он работает и работает вот такие вот китайцы но это все мелочи от чего работает во-первых рассеянный свет во-вторых если сделать замеры то вот эта платформа при средней освещенности всего она всего выдает вот на этот генератор или контроллер или как это правильно назвать центр управления полетом всего 1 вольт и 0,5 миллиампера вот вдумайтесь около вольта и 0,5 миллиампера 1 миллиампера это вот когда более ярко а так вот при той освещенности которая была вот это вот вот это где-то сейчас 0,5 миллиампера 1 вольт платформа вращается спокойно помножьте это на мощность сколько получается и подумайте на я проводил размеры замеры еще на солнечном свету на улице значит вот это панели эти выдают при коротком замыкании где-то 3 вольт ой так уже забыл так вот на прямом солнце да мне вышло что 2,6 вольта на холостом ходу и при козле где-то 20 миллиампер вот эти выдают панельки если давать нагрузку то эта нагрузка потребляет где-то 2 миллиампера на солнце на хорошем солнце а на солнце люксметр показывает где-то 900 тысяч люксов вот такая вот системка я тут припас еще для вас еще другую систему это ночник внешнего освещения здесь тоже солнечная панель здесь светодиодная панель здесь датчик движения датчик освещения и был аккумулятор встроенный на 800 миллиампер здесь контроллер который все это дело организует между собой в итоге вот эта матрица на светодиодах под нагрузкой на солнце ярком выдает 120 миллиампер вот если напрямую то есть без контроллера без управления без ничего просто я взял соединил солнечную панель со светодиодной панелью напрямую она выдает 2.8 вольт 120 миллиампер ну без нагрузки тут где-то 5.5 вольт с этой панельки идет при кз где-то 150 миллиампер вот при таком свете я вам уже могу показать вот видно что светодиодики уже начинают светиться а если я добавлю то видите еще ярче так теперь у нас вот прошло 20 минут будем сейчас стоять метки ставим одну меточку тут я собирал все так чтобы было более-менее тут можно ставить разные магниты на разного количества то же самое с шариками вот я тут у меня куча шариков я все экспериментировал и больше и меньше подбирал тут просто какие-то поставил с минимальными магнитами количество я обычно ставлю больше магнитов и больше шариков ну здесь и так чтобы не сильно долго затягивать с этим всем так я пропустил круг ну ладно где-то 40 секунд по идее через 11 минут вот у нас сейчас оборот идет 40 секунд примерно после 20 минут вращения но самое интересное это посмотреть когда она там 2-3 минуты один оборот делает вот это уже та интересная но мы долго смотреть не будем потому что все очень долго будет тянуться у меня тут еще есть старые пауэрбанки на которых тоже есть матрицы но это мы попозже туда посмотрим и вот еще одна целая история про этот пауэрбанк значит вот у нас этот маховик мы его снимаем начинал я сперва вот с этого то есть подобрал что-то похожее так сказать на маховик динамик под руки попался вот его так полярность меняем вот и этот маховик у меня вращался причем не на этих у меня тогда еще не было этих магнитов а на этих ну к примеру чтобы стильно тут долго нет вот он не обращался на этих там там я выложу фотографию потому что я тут с одним товарищем переписывался по этому поводу и мы спорили по взаимодействию вот этого всего что происходит какие процессы здесь происходят это все будет потом вот мне удалось при определенных комбинациях и шарики были другими тоже вот типа вот такого раскрутить его где-то до 10-12 минут вот этот динамик потом я покопался у себя в загашниках нашел электродвигатель от вентиляции сгорел у меня когда-то вытащил оттуда ротор и вот он у меня вот висел на четырех шариках надо мазников добавить вот типа так и вот медленно например включаю и можно даже посчитать сейчас по метке сколько он дает оборотов точнее угловая скорость и с каким затуханием это все происходит падало у меня тут это все конечно очень много раз когда экспериментировал и эта тарелочка и эти все маховики вот сейчас он держится довольно устойчиво вот я обычно меряю так сказать запас вот тут надо как вот например магнитик сюда вставляю беру гирьку 20 грамм держит нет не держит то есть вот уже был предел его способности держаться то есть как раз я вот поймал этот предел буквально чуть-чуть и он может сорваться но при этом он уже вращается мне удавалось вот этот маховичок запускать до часа почти а вот этот диск и у меня есть мониторинг вот такой же как здесь более четырех часов у меня вращался в определенных условиях естественно тоже подобрал так магниты подобрал опять же шарики определенные можно так можно и так нет это он держать не будет наверное вот вот так вот надо подбирать каждый раз вот пример с такими шарами но это все ладно как говорится не это главное тоже вот можно попытаться все аккуратно потому что вот вот такую платформу я одну разбил стояла внизу платформа как раз экспериментировал вот это это 50 грамм вот держится и меряем предел вот так вот чтобы здесь удержание было минимальное то есть где-то вот да этот диск весит почти килограмм 540 грамм 540 грамм динамик 522 грамма вот я добавляю например 50 грамм и соответственно его проверяю на устойчивость именно вот магнитного соединения здесь все сейчас держится на разрыве и этот разрыв вот равен например если попытаться дать 100 грамм то вероятнее всего он уже держаться не будет нет еще держится магниты наверное хорошие подобрал все сильно зависит от магнитов но если еще буду добавлять еще держится 50 грамм вот уже 150 грамм уже все еще 100 грамм он держит то есть тут можно еще играться с этими шариками чтобы обеспечить удержание где-то грамм 50 потому что чем меньше удержание тем соответственно он дольше будет крутиться но чем меньше удержание тем больше вероятность что он сейчас слетит поэтому мы делаем запас ему чтобы нам тут чего-нибудь не натворить и не поломать в очередной раз а я буду показывать что значит малые силы вот этот маховик как я сказал почти килограмм ну с этой подвеской можно считать и килограмм вот здесь вот я установил маленький магнит диаметр где-то миллиметров пять толщина миллиметров и вот у меня на шесть на десять магнит синдрический значит я замерял тут вот весы здесь такой же магнитик и силу магнит как это надо вот ну естественно пытается убежать то есть где-то на сантиметре я смотрю вот где-то 3 3-5 грамм на одном сантиметре уже больше уже тут уже все сбегает то есть сила магнита так куда убежал вот силой отталкивания этого магнита по отношению к этому 3-5 грамм на сантиметр грубо так это сейчас на протяжении для чего это делаю потому что когда мы вращаем рукой этот диск нам непонятно какую силу мы сюда вложили соответственно хотелось бы знать какая сила нужна чтобы этот маховик раскрутить и чтобы он вращался несколько часов так вот сами посмотрите внимательно я даже сантиметр то где-то на двух сантиметрах он уже начинает реагировать то есть тут еще и вот я его толкаю и вот он пошел из-за 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 того что идет давление и сверху и сбоку он естественно начинает колебаться но это не страшно он сейчас придет в норму и вот смотрите 2-3 грамма ну пускай 5 грамм ладно 5 грамм несколько секунд я давил на край этого диска который весит килограмм диаметр у него 290 миллиметров считайте знатоки какая сила была использована для вращения этого диска и теперь он будет вращаться но я его не сильно раскрутил но вполне вероятно с полчаса так это ладно не мы конечно не будем тут ждать полчаса но по крайней мере как идет вращение вы можете помониторить по секундомеру угловую скорость и примерно сколько на полчаса его должно хватить грубо считайте 2-3-5 грамм пускай в течение 3-4 секунды вел его какая была потрачена сила чтобы вот этот диск килограммовый раскрутить на полчаса сколько получается энергии тратится этим диском на угловой скорости вот один оборот и теперь подумайте слабые магнитные поля когда они совсем слабые когда они находятся на огромном расстоянии вот типа вот таком вот то есть в десятке ну пускай даже 2-3 раза больше чем сами магниты какие там происходят минимальные силы взаимодействия фактически никаких вот эти силы посмотрите какие здесь затрачены силы и что здесь сейчас делается вот с этим вот маховиком причем если взять другие магниты еще более другие подшипники взять маховик не килограммовый а например 5-10 вот эта вся система может вращаться сутками ну я не хочу сказать что это БТГ или вечный двигатель и опять же сила ну может быть чуть-чуть больше будет там ну пускай десятки грамм на несколько секунд для того чтобы тот маховик раскрутить тем не менее это такие мизерные силы это такое мизерное взаимодействие но система работает вращается так вот что я хотел сказать про тех альтернативщиков которые эсэшников которые пытаются из ничего получить что-то что вы хотите получить вот это вот пожалуйста пару грамм усилий и система работает ну можно сделать так что почти бесконечно но это все ладно дело все не совсем просто вот смотрите здесь тоже минимальные силы здесь вращается вот такой вот ротор малюсенький 3 грамма весом он вращает эту платформу сила которая здесь от солнечных панелей соизмеримо вполне вот с теми что я потратил и даже больше то есть значительно больше силы затрачено на вращение вот этого диска причем здесь можно грузить при более нормальном освещении то есть более летоском мод здесь полкилограмма можно загрузить он будет вращаться эти платформочки они уже в павильоне я их просто взял чтобы для экспериментов они уже сколько больше двух лет стоят и там вращаются на них чего только не ставили и они вращаются все время там даже света нету такого прямого там солнечного нету свету прямого там рассеянный свет днем а вечером просто светодиодной ленты вокруг и вот он вращается от светодиодных лент так же как от такого света фактически никакого почему я говорю это что если вот сюда применить солнечные панельки даже таких достаточно я уж не говорю про такие или даже вот такие это кстати моно а это поле кристалла вот этот вообще по идее на 2-3 ватта должен быть но эти поменьше эти по 0,2 по 0,3 ватта и вот если такую одну всего панельку поставить сюда где-то можно прямо на этот диск соответственно какую-то катушечку какие-то магнитики и при слабом освещении ведь что же надо тут он останавливается этот диск за несколько часов то есть он вращается несколько часов тут силы на него тратятся такие мизерные что даже можно обычно не пренебрегают и вот если такая светодиодная панелька солнечная панелька сюда ставится прямо сюда причем есть такие которые гибкие панельки прямо приклеивается и все делается минимальное усилие и вот вам как бы вечный двигатель конечно применение к нему но особо куда его применить ну вот куда и как это уже будет в следующем выпуске точнее во второй его части а в этой части я немножко еще докончу вот видите вот прошло 6 минут пока я с вами тут разговариваю затратил силы практически ничего не тратил сами видели одно дело если бы я руками его крутил сколько я бы там потратил силы непонятно может быть я и килограмм потратил там на усвращение но вы же видели магнитик еще магнитик и между ними было вот где-то сантиметра два хотя я на весах мерил при около сантиметре разницы вот этих 2-3-4 грамма было при сантиметре а тут от двух сантиметров то есть там вообще может 1-2 грамма всего усилия было на несколько секунд и представьте себе сколько вращается этот диск вот угловая скорость на нем да вы же потом можете видео посмотреть помониторить все увидите даже вот такие вот маховики и то что-то делают так так вот я остановился вот на этих панельках солнечных это от старого пауэрбанка а вот это панелька от нового пауэрбанка ну здесь вот в новом стоит аккумулятор на 4 ампера вполне но что именно хотелось в новом это именно вот это вот вот такое освещение вот пожалуйста довольно яркий фонарик очень удобный а хватает надолго но в чем дело почему я застряю на этом моменте застряюсь дело в том что в старом пауэрбанке который уже дома сломался вот эта матрица осталась панелька она выдает 8 мА всего на солнце ну то есть толку с нее очень мало она что-то пытается заряжать но это все ерунда но дело в том что вот эта панелька я думал что должна быть и всех нам лучше с более нового пауэрбанка причем как было заметно вот это вот тут светодиоды эти да вот тут их 5 штук первые еще не светится вот когда типа якобы поступает какой-то свет даже минимальный там буквально совсем рассеянный свет тут загорается светодиод что типа зарядка пошла ну как говорится увиденному верить но я пытался зарядить не получается ну надо было понять почему а тут как раз лучше представился так вот разобрал я посмотрел оказывается здесь стоял датчик освещенности и этот датчик подавал на контроллер этого пауэрбанка что вот какой-то свет есть значит есть а на самом деле это пустышка нету тут никакой панели это просто пустышка вот такие вот обману вот пожалуйста уже больше десяти минут вращается диск который потрачен в совершенный мизер но это еще не все я вам вот что хочу показать как я вам уже показал вот это вот это матрица светодиодная здесь 20 светодиодов и вот буквально при минимальном освещении они уже начинают светиться так я вам показывал вот видите уже светится но это все ладно дело все в другом что не мешало бы посмотреть дело в том что почему я заостряюсь на этом вот я беру подключаю блок питания я вот подключил блок питания и смотрим потреблением вот сейчас подается где-то 2.6 вольта я подключаю цифровик и вот смотрим тут 13 миллиампер 2.6 вольта видите как светится матрица фактически засвечивает камеру а теперь я уменьшаю видно что светится вот видите засветилось даем еще больше и еще больше и заметьте уже как светится уже влияет на камеру довольно значительно а теперь посмотрите сюда 1 миллиампер чуть больше 2.5 вольта на эту матрицу подается и 1 миллиампер теперь считайте какая это мощность если я дам больше вот 3.3 миллиампера 13 миллиампер понимаете к чему это не поняли еще да так вот куча всяких клашатаев сторонников свободной энергии раздают налево и направо всякие фонарики вечные феррорезонанс и тому подобное понимаете о ком это я говорю да посмотрите ваш феррорезонанс вот они показывают при таких токах что видите что-то светится потребление там у них минимальное что-то светится вот пожалуйста вот сейчас миллиампер 3 миллиампера вот при этом освещение я уже могу под столом уже смотреть ну то есть в темноте это уже вполне нормальное освещение ну как сладенькое конечно но нормальное камера естественно это вот так не воспроизводит но это 3 миллиампера то 20 светодиодов 2 с половиной вольта напряжения считайте ребята это милли ватт пару всего милли ватт мощности здесь никакой вот сейчас я даю видите 200 миллиампер вот матрица светится 200 миллиампер 3.5 вольт это 0.7 ватт вот это всего 0.7 ватт ни 3 ни 5 ни 10 как некоторые гвардейцы вам рассказывают показывают и объясняют на самом деле вот сейчас 200 миллиампер так повернул сильно а вот сейчас 20 20 миллиампер сильную разницу замечаете а это в 10 раз меньше а на глаз ну может два раза да тут у меня дискретное питание ну а 3 миллиампер что-то светится вот такая вот система так ребятки что-то я заговорился пришлось сделать перерыв думал вложиться в 20 минут со всеми делами а смотрю уже больше 40 еще половину даже не выложил в общем короче все в следующий раз там уже более детально разложу и вообще что я хотел сказать этим все уже оставлю на следующий раз вот здесь я показываю то что как я на солнышке был посматривал тут проверял все эти светодиодные дела и панельки вот здесь видно что вот солнце была довольно яркая просто боком лежит измеритель поэтому он покажет меньше а так на самом деле около 1900 тысячам люксов тут как раз я ток замерял кзшный вот тут панелька боком лежит но здесь светодиоды светятся причем они так светились что чуть пальцы не опалил то есть перегрев был сильнейший и тут видно что при ярком солнечном свете все светится очень ярко немножко другой вариант так и вот еще вот с чего я это начинал по муховику и с чего началось вообще это вот этот вот товарищ мистер михаил обратился ко мне на канал посмотреть его концепцию вот я сюда заглянул посмотрел тут же выдал свое мнение опровергающе полностью его но тут мы долго ругаемся так что сами загляните и увидите вот это было еще месяца два назад вот здесь вот я где-то через месяц опять обратился когда ко мне магниты пришли новые и уже маховики другие я применил вот тут я ему уже написал что 20-30 минут хотя уже как раз буквально через пару дней у меня уже на час было а через некоторое время пару недель назад вообще больше четырех часов но это все в следующий раз так что думайте решайте что вам понравилось не понравилось и нравится вам это все не нравится как минимум через неделю две я только подготовлю второй выпуск точнее вторую часть а пока живите с этим до свидания всем и счастливо